Вот Игорь, мы в Украине очень много говорим о том, какие истинные намерения президента Путина. Как далеко он пойдёт? Вот как вы считаете, как далеко он пойдёт? Я думаю, что Путин очень часто просматривает плёнку с последними 40 минутами жизни Муаммара Каддафи. А вы уверены, что просматривает? Я уверен в этом. И плёнка с последними несколькими минутами жизни Саддама Хусейна, она тоже очень сильно убеждает. Я думаю, что это аргумент самой силы. Поэтому я думаю, что, конечно, вторгаться в восточную область Украины – это слишком. Это очень серьёзная история. Другой вопрос, что он, скорее всего, не контролирует все процессы. Он не контролирует полностью на 100% вот этот чудовищный совершенно маховик пропаганды. Ведь в чём отличие… Сейчас все сравнивают это правильно, и вы начали сравнивать, Савик, Россию сегодня с Германией 1938-1939 года. В чём отличие? В структуре, в соотношении между насилием и пропагандой. В России сегодняшней пропаганда играет роль гораздо большую, чем в фашистской Германии и 1938-1939 и так далее годов, и больше, чем в Сталинском Советском Союзе. Насилие меньше, мы это понимаем, а пропаганды намного больше, она более изощрённая. И вот она, благодаря огромности своей, благодаря гигантскому весу этого маховика, она обладает чудовищной совершенно инерцией. Вот просто так её взять, это колесо пропаганды, остановить и закрутить в обратную сторону сложно. То есть можно, это сложно, это гигантский чудовищный маховик. Вы вот в этой студии в Украине не очень хорошо себе представляете чудовищность этого процесса, потому что, когда уже порядка 80% российских граждан, в принципе, готовы поддержать войну с братской соседней страной, это показатель чудовищности этого маховика, который был запущен. Остановить его довольно сложно, и вот эта чудовищная проблема очень серьёзная. И второе, он не вполне управляет теми провокаторами, которые находятся в Донецкой, в Луганской области. То есть трудно предположить, чтобы сам Путин там был, звонил, да, и говорил, да, захватите автобус с ОБСЕ. Да, это автономный уже процесс. Он был спровоцирован, он был эспирирован, он был подогрет пропагандой и спецслужбами. Но сейчас он уже приобрёл автономный характер. И эти люди, ну, захватили заложников, да, они террористы, они зашли уже очень далеко. И просто так вот по свистку их остановить будет довольно сложно. Поэтому сейчас вот этот процесс управляемого хаоса перешёл в стадию хаоса почти неуправляемого. Поэтому вот это проблема. И Путину из этой всей истории выбраться будет довольно сложно.